Мы приняли ваш заказ. Вот ваш напиток, дорогая Алиса. С вас 3 фунта. Идите попробуйте вино. Миша прям там чавкает-чавкает. Привет, я Энни Мэджик. Сразу, ребят, прошу прощения за микрофон. Он у нас сломался, мы его заказали, но он еще не пришел, поэтому звук пишем на камеру. Кто смотрел ролики наши о том, как я ездила в Англию на выставку Крафт, если вы еще не видели их, обязательно посмотрите, пожалуйста, там целых два видео про поездку. Короче, я там купила кошачье вино и собачье пиво. И я обещала вам их попробовать. Ну, не я только буду пробовать, а Алиса и собаки тоже будут пробовать. Если вы помните мою рубрику «Безумные товары», где мы всякое проверяли, я показывала, что такое существует, но в России нигде купить это было невозможно, только на ebay каким-то сложным способом там заказывать. А тут я оказалась в Англии, и они там реально эти напитки продают. Короче, сегодня мы будем пробовать с кисой Алисой кошачье вино. Киса Алиса, как всегда, у нас куда-то ушла, вот там вот она. Так что, если вы захотите, чтобы я сняла, как мы с собаками пробуем собачье пиво, то ставьте лайк на это видео, и тогда я пойму, что это вам интересно. Подписывайтесь на канал! Покемон, вечно ты кусаешь меня? Занат! Он, блин, в ноздрю языком залез. Короче, подписывайтесь, чтобы не пропускать наши... Да что? Новые руки. Alcohol free, no grapes. То есть здесь нет винограда, и здесь нет алкоголя. Чтобы вы не подумали, что мы тут... Что мы за это. Я против алкоголя. Алиска, Алиска тут уже у нас подготовилась к дегустации. Кстати, смотрите, здесь она открывается, прям как вино настоящее, такая штучка. Но здесь пробка не... Как она у нас называется? Как это называется, когда пробка там ее штопором надо вытаскивать? Здесь вот просто такая вот крышечка. Собачье пиво вообще очень сильно, оно еще и с глазиками, отличается от вина. Явно это абсолютно два разных напитка, но это в другой раз, как раз скоро день рождения у Эйвана. Так, а, да, я хотела вам кое-что рассказать. Мы можем с вами не просто встретиться, а реально провести вместе время Magic Tusa в элитном театрально-вокальном лагере Звучи, который находится в Сочи и будет проходить в Розахутере. Это, по сути, русская Швейцария, то есть, я думаю, кто там побывал хоть раз в жизни, знает, насколько это круто. Летний детский лагерь. Там будет три смены, и в каждую я буду приезжать. И в конце концов ребята будут ставить там еще и музыкальный, финальный, джазовый мюзикл. Фишка в том, что это будет не просто обычный детский лагерь, а вы там будете творчески развиваться, там будут всякие мастер-классы, будете учиться петь, танцевать, хореография, актерское мастерство. Там будут очень крутые профессиональные наставники, звездные. И я тоже, кстати, там буду давать мастер-классы. И вообще, мне кажется, это просто офигенно, реально настоящее мэджик лето. Я просто слов не нахожу до конца, описать свои вот эти вот, прости, у меня чуть-чуть не ударила, впечатления от вот этой вообще идеи. В общем, ссылочку я оставлю, вы сходите, все сами там посмотрите, узнаете цены, расписание, что, как, кто будет преподавать. Но мы с Лагерьем Звучи решили еще и сделать творческий конкурс на бесплатную путевку. То есть, любой из вас, конечно, может и так туда поехать, но тут есть шанс выиграть именно бесплатную путевку. Вы должны сделать что-то, создать креативное, творческое, прикольное, как-то проявить себя. Вы можете танцевать, спеть, рассказать стих, нарисовать что-то, сделать поделку, снять видео, варить, как угодно себя проявить творчески. И выложить свое вот это вот произведение искусства в Инстаграм. А в Инстаграме нужно обязательно поставить хэштег «Мэджик Лето», иначе мы просто вас не найдем. И обязательно второй хэштег «Лагерь Звучи». И также нужно подписаться на мой Инстаграм и подписаться на Инстаграм лагеря «Звучи». Не удалять свой пост до 15 мая, потому что 15 мая будет выбран победитель, который получит эту бесплатную путевку. Всем вам желаю удачи. Я еще в ближайшее время подробненько, периодически буду вам напоминать, рассказывать. И вообще, мне кажется, это просто очень круто. Блин! Ура! Я думаю, что для начала, наверное, нужно прочитать состав. Здесь написано, что это вино для кошек. А, и для собак тоже. В нем нет никаких ароматизаторов. В составе у нас липовый цвет. Липа – растение. Вы, думаю, все это знаете, что это такое. Бузина. Бузина – это тоже растение. У нас, например, полный двор бузины. Женьшень. Тоже понятно, что такое. Вода. Вот единственное, что непонятно, это black carrot. Черная морковка. Я не знаю, если честно, что это такое. Если вы знаете, напишите в комментариях, кто-нибудь видел в жизни вообще черную морковку. Да, кстати, ваши комментарии вот здесь вот появляются. Поэтому обязательно их пишите. Я их читаю всегда внимательно. Все ваши предложения и идеи. И консервант сарбат калия. То есть, все-таки консервант здесь есть. Я так знаю, что сарбат калия – это не очень аллергенная штука. Но все-таки он здесь присутствует. Ну, мы же не будем Алисе выпивать всю бутылку этого вина. Я думаю, мы именно посмотрим, как она на нее отреагирует. Потому что здесь, по сути, одни травки. Сейчас я возьму какую-нибудь плошечку. Да, я знаю, я вам давно обещала уже обзор кухни. Мы обязательно его сделаем. Потому что очень хочется рассказать, показать. У нас здесь столько покупок посуды и всяких новых штучек. Посмотрите на детей. Посмотрите на собак. Исали, смотри, что у меня есть. Лицо. Так, запах уже ее явно заинтересовал. Конечно, там какие-то травы. Как тебе запах? Интересно, что это, Алис? Попробуем? Попробуем? Смотри, Алис. Алис, смотри. Что это? Алиска как-то так без особого интереса реагирует, облизывается, но пить не хочет. Алис, давай, попробуй. Это же вино кошачье. На самом деле, я думаю, что вот это название и само, как это выглядит, как это сделано, это все такой маркетинговый ход. Ну, мы что, зря его покупали? Кстати, оно стоило 3 фунта, а в российских деньгах это примерно 300 рублей. Давай, смотри. Извинь. Алис. Зато Юми, что, по-моему, хочет очень попробовать вино. Юми такая пришла. Что это у тебя там такое? Не хочет кошара вино. Алис, ну давай, попробуй. Ты что, не хочешь вино? Придется мне попробовать его. Но я еще надеюсь, что... Что такое? Эйвен там лает на кого-то. Эйвен! На кого ты лаешь? Что происходит? Здравствуйте. Где я не дотянусь? Алиса такая сбокала вина, отсюда очень смешно. Да, мы приняли ваш заказ. Вот ваш напиток, дорогая Алиса. Пожалуйста, с вас 3 фунта. Ну, травяной напиток. Алис, ты хочешь все-таки попробовать за меня? Алиса вообще, ей вообще плевать. Ей плевать на это. Что-то пошло не так. Как всегда в наших роликах. Ну, неудивительно, что Алиса не хочет это пробовать. Короче, на вкус похоже на морс или компот без сахара вообще. То есть просто какой-то... Ну, не знаю, даже не ягодный. Какая-то вода с привкусом кислинки, травинки какой-то. Короче, вообще ни о чем. Мне даже невкусно. Я не удивлена, почему Алиса не захотела это пробовать. Для нее, наверное, это просто какая-то кислая вода. Я разочарована. Честно. Вообще прям очень. Это просто пипец. 300 рублей за бутылочку. Сколько здесь миллилитров? 250 миллилитров кислой красноватой жидкости. Напиток из трав. Что должно привлекать кошку? Я не знаю, может быть, какая-то другая кошка бы на это как-то по-другому отреагировала. Это не... Никак не привлекает кошку. Это ни запах, ни кислая жидкость. И не хочет она это пробовать. Она нюхает мои пальцы. Не зря я это добавляла именно в рубрику безумные товары. Но я не знаю, что будет с пивом собачьим. Потому что в пиве собачьем совершенно другой состав. Все вообще по-другому. Раз уж написано, что это еще и для собак, давайте попробуем дать это собакам. Эй, Миша, Люми, идите попробуйте вино. Кто? Кто хочет попробовать вино? Мне вообще-то кажется, что собаки более реагируют активно на это. Давайте. Кто будет пробовать первый? Ну, смотрите, они так полезно полизали чуть-чуть. И все, да? Эйвен, ты хочешь? Скоро твой день рождения. На, попробуй вина. Они скорее так, попробовали слегка языками. А-а-а, ну как всегда, ну зачем вы разливаете? Не, по-моему, они очень даже пьют его. Нормально так, с интересом. Кислый компотик, да? Все безумно грязные, потому что у нас такая грязь, вы не представляете. Я планирую сейчас как раз сделать собачий спа, всех помыть, потому что сейчас уже более или менее все подсохло. И я надеюсь, что будут пачкаться только лапы, а не полностью все. Смотрите, Эйвен там уплетает за обе щечки, попивает. Дайте Мише попробовать. Мишань, на, попробуй. Миша прям там чавкает-чавкает. Ну, в общем, ребята, по-моему, винцо так попили нормально, в отличие от кошки. Подходят так, ну типа есть, ладно, попьем, ну чё, а чё, раз есть, раз дали. Я знаю своих собак, я знаю, как они реагируют на то, что им интересно очень. А тут вот стоит, ну да, они все попили такие, ну нормально, чё, норм, норм. Судя по составу, каждый из нас мог бы с вами сделать такой напиток и сказать, это кошачье вино. Главное налить это в бутылочку похожую, наклеить хорошую этикеточку и продавать это за 300 рублей. Вы смотрите на эту наглую морду. В общем, ребятки, как всегда, у нас что-то пошло не так. Лиза такая смешная. Переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые новые видео из нашей жизни. Скоро будет их много, я сейчас постараюсь их снимать почаще. Пока. Тишется, как это будет. Мя, 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 мя.